Здравствуйте, братья и сестры. Помните ли вы о том, что мы должны уметь благословлять? Именно благословлять, а не желать, например, счастья, здоровья. Это не благословение. Что значит благословить? Вообще, такая целая разработанная система, на самом деле, существует, пожеланий и советов. Даже и врагов, все их нужно благословлять. Говорит, благословляйте, а не проклинайте, ибо к тому вы призваны. А уже там с мщением – это дело Божие. Мне от мщения, я с вас дам. В древности, например, люди говорили так. Вот увидишь, например, юношу и девушку, идущих под венец, под венечных платьев, значит, скажи про это, тихонечко скажи, шепотом, говорит, благословен сотворивший мужчину и женщину. Или там видишь маму с коляской. Вот должен ты как бы благословить ее, но не так, чтобы она знала, а просто сказать, благословен Господь, дающий людям потомство. Или, допустим, пошел снег. Ну, красиво, когда снег идет. Говорит, благословен просыпающий снег на землю. Вот. Если, например, согрешил и не умер вот в тот же день, в тот же час, то скажи, благословен долготерпеливый. И вообще в любой ситуации, в любой жизненной ситуации можно сказать Богу, благословен ты, который привел меня в жизнь. Или благословен ты, который дал мне разум и смысл. И так далее и тому подобное. Там бесконечное количество вариаций, при которых человек должен находиться в состоянии и в желании благословить Бога и благословить именем Божьим людей. Но чтобы точнее быть в этом вопросе, сошлемся на священные тексты. Есть такой, если я не совру в произношении, это Беркят Коганим. Это благословение священников, коинов. Вот что говорит шестая глава книги чисел. Запомните, пожалуйста, это вам пригодится, очень пригодится. Нужно будет благословить сына или дочь, или больного, или выздоравливающего, или начинающего работу на построительство дома, родственника, или отправляющегося в путь, или идущего на поступление в вуз. Нужно уметь благословить человека. И вот здесь незаменимые вещи, троичное благословение, в котором угадывается скрытое учение о Троице, об отце и сыне и духе святом. Это ветхозаветные тени, сквозь которые и проступает солнце правды. «И так сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, брат Моисея и первосвященник, и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Мы сейчас могли бы, но не будем, разбирать подробности того, как это происходило в Иерусалимском храме. Священник обращался лицом к людям, специально там принимал некое перстосложение, как и священники новозаветные, специальным перстосложением складывают персты на руке, чтобы благословить народ именем Господа Иисуса. Значит, и там есть свои очень интересные нюансы, как народ склонялся, не должен был смотреть на благословляющего священника, но все знали текст, и они должны были громко это все произносить, в каких условиях, в каких ситуациях. Но я обращаю ваше внимание на то, как этим пользоваться нам сегодня. Повторяю, что есть миллионы случаев, когда мы должны благословить человека. Но если хотите, ну страшно об этом говорить, да, но и умирающего человека нужно благословить на путь. То есть ты пойдешь долиной смертной тени, да хранит тебе Господь, там есть Псалом 22. То есть если пойду посреди всех несмертных, не убывайся зла, ибо ты со мною еси. Или там, как вот Розанов спрашивал у своей жены, что я умираю? Она говорит, да, я тебя провожаю. А ты потом быстрее забери меня отсюда. Ну, в общем, надо уметь сказать какие-то важные слова человеку в любом времени и в любое место, в зависимости от ситуации. Это чрезвычайно сильная вещь. Это одно из тех золотых таких украшений Священного Писания, которых тут миллион. Значит, вот так благословляйте сынов Израилевых. Напомню вам, что это не еврейская только тема, а Израиль – это мы тоже. Израиль – это зрящий Бога. И христиане составляют из себя новый народ. Новый Израиль. Так мы верим, и так оно есть. Это народ, имеющий не по семени и крови общее родство, но по вере Авраамовой и по благодати спасительной Иисуса Христа. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Первое – сохранит. Второе – да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. И третье – да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Сохранит, помилует и даст тебе мир. Есть много в истории христианской таких ярких персонажей, которые с любовью произносили это, даже клали на музыку, на ноты и распевали этот текст. Это шестая глава книги «Чисел». Выучите его и вы, возлюбленные. О Господе, оно вам пригодится, потому что благословляйте нам сказано, а не проклинайте его, к тому вы призваны. А мы иногда, в общем-то, даже и не знаем, как. А любая служба наша начинается – «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присною веки веков». Или «Благословено царство», или «Благословен Господне на вас». Или он говорит – «Благословляющих меня, говорит Господь, я благословлю». То есть там взаимообратный обмен благословениями. «Ты благословен, долготерпеливый и истинный». Говорит – «И ты благословен, кающийся раб мой». В общем, это чрезвычайно важная тема. Тема для современного черноротого и отупевшего человечества тяжелая. Потому что рты черные, проклинать научились, благословлять не умеют, а мозги бетонные, ни о чем думать не разучились. Поэтому давайте спасаться. Шестая глава книги «Числ», последние стихи. «Да благословит вас Господь, да даст вам мир, да сохранит вас и помилует вас». Аминь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова